В Якутии появятся три новых спортивных объекта. Финансированием строительства займется Газпром. Такое соглашение руководство Якутии подписало с компанией. К слову, на сегодняшний день республика заключила уже 34 договора с недропользователями, работающими на территории региона. Все они направлены на социально-экономическое развитие Якутии и, как следствие, улучшение качества жизни якутян. Один из последних подписанных также договор о сотрудничестве с Газпромом. Его, напомним, подписали во время работы Петербургского международного экономического форума. За пять лет компания должна газифицировать 29 населенных пунктов в четырех районах республики. Олегминском, Ленском, Алданском и Нерюнгринском. Но вернемся к соглашению о строительстве спортивных комплексов. Что это будут за объекты, расскажет Александра Охлопкова. Михаил Никитин, надежда якутского плавания. Свои первые результаты достиг, занимаясь в плавательном бассейне самородок. Сейчас Миша тренируется 13 раз в неделю в новом бассейне Челбон. Когда я сюда пришел, у меня был только третий взрослый разряд. А сейчас я потянулся за эти три года. У меня уже кандидат. Очень хорошо. Некоторым пловцам намного легче стало заниматься. Сейчас уже подтягивается младшее поколение и стало намного больше профессиональных пловцов. Бассейн Челбон еженедельно посещает 6,5 тысяч человек. Плавательный центр работает с 7 часов утра до 9 вечера. Отвечает по всем мировым стандартам. Наверное, немногие знают, что этот социальный объект построен за счет средств крупной компании «Сургутнефтегаз». Бассейн был открыт в 2012 году к международным спортивным играм «Дети Азии». Построен по инициативе главы Республики Егора Анасовича Борисова при совместном финансировании акционерного общества «Сургутнефтегаз» и правительства нашей республики. Такие спортивные объекты, бассейн, Триу, Доксун, дают возможность многим людям, желающим заниматься спортом, оздоравливать себя, приходить, заниматься. Действительно, строительство таких масштабных объектов требует значительного финансового вливания. За последние 10 лет общий объем вложений промышленных компаний в строительство социальных объектов составило около 13 миллиардов рублей. На эти деньги построено более 30 объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также жилья. Пришли инвесторы, они очень требовательные, они хотят высококвалифицированных, устойчивых и знающих, высокоинтеллектуальных кадров. Поэтому нам, якутянам, придется очень крепко задуматься, готовиться и конкурировать с теми кадрами, которые там в отраслях уже работают. В настоящее время действует 34 соглашения с крупными недропользователями на территории Якутии. Из них 8 работают в маленьком селе Батобуя Мирненского района. Одним из главных обязательств промышленных компаний является заключение договора об участии в социально-экономическом развитии республики. За счет НДП мы сегодня в республике одними из первыми из сельского поселения бездотационные. Мы добились того, что есть соглашение с родовыми общинами, на территории которых есть лицензионные участки недропользователей. Мы добились того, чтобы отчитываться один раз в год недропользователей в наследие, что они сделали, какую работу. Отметим, что глава Якутии Егор Борисов нацелен на выстраивание долгосрочных отношений с крупным бизнесом, их активное участие в социально-экономическом развитии республики. На днях стало известно, что к 2022 году «Газпром» намерен построить несколько социальных объектов на общую сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей в трех районах республики.